хорошо синеет вот это шишак не сильно шишак да здесь вот этот вообще смотри как это кто привет чурокова называется наверное это как регалии награды от имени вот так вот я никогда не поверю что они вас никогда я на честное слово или значит мы это все оставляем оставляем на какое условие вы должны забрать заявление если нет значит все до суда на диму плюнула она потому что я своим людям верю мастерами чоповцам которые были у вас я никогда не поверю что они вас избили никогда хочу мне толкаете почему не толкаете почему не толкаете отчетами делишься уже я никогда не поверю что они вас избили никогда если судья без черный мантик то кто же ему поверить что он судья то только черная мантия является признаком судить логично мне ко мне не надо подходить вот я я на честное слово работаю то я как бы отношения к вашему счету вообще не имею и я приехал в свет дать да да подключайте по идее здесь все надо выдалбливать и вот эту фигню переделывать правильно ну что поделать жизнь такая самая популярная профессия электрик одни отключают другие подключают а дети страдают жизнь во тьме называется сколько раз ты отключали 7 8 а почему написано тысячи рублей за подключение чтобы все это делалось более капитальный вот это детство да какую страну мы построили когда же покушать там можно наконец давно теплые дни и 3 года а вот это из-за чего произошло это взрыв какой-то а вот вот оно счастливое детство оба алло привет привет слушай если ты хочешь наказать письюка так называемого ты можешь ты можешь найти в интернете телефон доверия мвд пахма а позвоните сказать что звонок было сделано в 1350 а он приехал ну короче четыре через четыре с половиной часа во сколько он там где-то 16 20 что ли 18 20 он приехал ну да тогда я вызывала пол третьего через четыре тени они не ты в 1350 вызывала они подожди в 1450 а лучше 18 20 приехал ну вот три с половиной часа четыре с половиной четыре с помощью я может не правильно называю когда он приехал ну короче 400 числа прибавляя и вот тогда он приехал слушай че на доверие я сейчас позвоню и скажу вот так кости цюк да виктор владимирович виктор в волу волу владимирович вот они все и это требую рассмотреть жалобы привлечь дисциплинарной ответственности ответственных ли все как где-то телефон доверия подожди антон что то я и телефон доверия мвд набираешь гугли или в яндексе не это на те сразу показывать ага давай как можно мощь и по сургуту и бахмалу позвонить двойной заявку оставить вот чтобы они в следующий раз культур не общались и быстрее приезжали все хорошо сейчас и сделаю давай давай здравствуйте вы позвонили на телефон доверия входящий в систему горячей линии мвд россии которая предназначена для сообщения о преступлениях и иных правонарушениях совершенных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел российской федерации по иным вопросам входящих в компетенцию управления министерства внутренних дел российской федерации по катер-мансийском автономному округу игре в частности информацию связанную деятельностью подразделений управление гИБДД в мвд россии похваю гре вы можете получить по телефоном 3 98 702 информацию связанную с деятельностью управления по вопросам миграции в мвд россии похваю гре вы можете получить по телефону 8 800 301-22-23 Информацию о предоставлении государственной услуги по выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости вы можете получить по телефону 398-829 Ожидайте! После звукового сигнала вам ответит сотрудник дежурной части ОМВД России Бахмао Югре Абонент временно недоступен Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала Добрый вечер! Прошу перезвонить мне Хотела бы оставить свое мнение сотрудники полиции старшего лейтенанта даже полиции о правонарушении Да, Гристина Антон Слушай, мне тут Чураков позвонил сам лично Мы тебя сейчас, типа, мол, подключаем и ты забираешь заявление Так, а ты в следующий раз с ним не разговаривай Скажи, чтобы директор Русин напрямую позвонил потому что у него есть только он имеет право действовать от имени юридического лица Я же тебе пояснял, что Чураков это учредитель Он вообще... Ну, может, хотя бы легально мне свет включить а потом дальше будем смотреть что они будут делать Ну, добро, добро Ага, слушаю вас. Говорите Включение все записывающие устройства Да зачем? Они мне не нужны, я просто на работе Кристина Александровна, смотрите, какая картина Вот, значит, вы заявление написали на наших мастеров что они вас там побили с побои Ага То есть, вот, или мы дальше продолжаем эту всю разборку до суда или, значит, мы вас сейчас подключаем вы после 8 марта приходите соглашение еще раз подписываете Так, я же написала соглашение уже 1 марта На рассрочку Но вам же не подписали Вы написали Ну, в течение 10 дней, да Мне сказали, ждите ответа Ну, вот, в общем, вот Или, значит, мы это все оставляем Оставляем Но одно из условий Вы должны забрать заявление Если нет, значит, все До суда Потому что я своим людям верю Мастерами, ЧОПовцам, которые были у вас Я никогда не поверю, что они вас избили Никогда А вы? Я мастер, Анастасия Анатольевна А фамилия? Яничкина Благодарство Можно я с вами? До свидания А, как вам новые лифты? До свидания Очень, очень хорошо А что вы меня толкаете? Дайте уехать В смысле? А я, может, тоже хочу поехать Вы что меня толкаете? Ну, куда еще? Я тоже хочу поехать До свидания В смысле, до свидания? Прямо Я тоже хочу поехать Антон Николаевич, отойдите А почему я должен отходить? Я тоже хочу поехать Ну, на, на эти выйти Вы что мне толкаете? Какой-то интересный А что ты материшься уже? Я, где же Ты слово, блядь, сказал? Это ты только что сказал Я сказал Я никогда не поверю, что они вас избили Никогда У нас шоу здесь, или что? У нас здесь управляющая компания Рабочее место Будьте добры Сюда пройдите вместе с вашим телефоном Вы ко мне рукоприкладство применяете? Если я применю к вам рукоприкладство То будет вам очень плохо со здоровьем Это угроза? Это не угроза А что это? Вы спросили, я ответил Я пришел подать заявление Присядьте Слышно, есть присядь? Присядьте, сейчас нам дают заявление Вам надо, вы присядьте Камеру, пожалуйста, уберите Я вас предупреждаю в последний раз Основания Основания, да Основания такие, что я запрещаю Я на честное слово работаю Покиньте фармачку Основания Основания, покиньте кабинет Основания Здесь рабочее место, вы мешаете работать Мы пришли подать заявление До свидания Человек подает заявление Житель этого дома Я с ним Я никогда не поверю, что они вас избили Никогда До свидания, до свидания До свидания У нас еще раз заявление До свидания Не толкайтесь До свидания, я говорю До свидания Не толкайтесь До свидания Уходите, пожалуйста Не мешайте работать Сейчас уйдет Не мешайте работать, говорю вам Что непонятное я сказал? Алексей Александрович. Я на честное слово работаю. Зачем вы руки распускаете? Я пошел с теми. Мы видели, но на видео есть. Руки я не распустял. Я никогда не поверил, что они вас избили. Никогда. Руки я не распустял. Никогда. Ну, во-первых, не Чоповцы меня были, а некая Зафарова-Севда. Ну, я не знаю. Они Чоповцы у нас с доверением договорились. Не, но я понимаю, что у вас договор есть. Просто, видите, вот получается, приходят отключать и тут же наносят побои. Почему? Я просто лишь вышла поинтересоваться, на каком основании вы меня отключаете. Ну, вам же дали предупреждение. Ничего мне совершенно не давали. Ну, понимаете, как сегодня, когда там три человека были, трем человеком, вы вышли, они на вас бросили спить, что ли? Что за глупости? Нет, просто я стояла, и меня нанесла побои некая Севда. Такого, знаете, как. Так, в общем, вы услышали меня? Да-да-да, услышала. Когда мне к вам подойти, говорите? Мне ко мне не надо подходить. Я на честное слово работаю. Если вы говорите «да», то я сейчас даю команду, вас включают по электронергию. Если нет, то мы разбираемся до суда. Подключайте. Все, спасибо. Пожалуйста. Алло? Я еще извиняюсь, раз там кто-то дома есть, потому что сейчас подключат, они постучат, что мало ли что там у вас на нагревательных приборах. А, нет, нету ничего. Нету? То есть можно смело подключать? Да-да-да, подключайте. Ну, там все, они сейчас через автоматы, как положено, подключат. Мы с вами договорились. Если что-то непонятно, вы мне звоните на сотовый телефон. Это ваш номер телефона, да? Да, это мой номер телефона. Я буду в отпуске, но я все равно отвечу. Хорошо, хорошо. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, военная служба. То есть те, кто вас откручал, я на самом деле тоже, они сейчас отдыхают на выходных. Поэтому сейчас вы их сюда пригласили. Ну да. Честно говоря, вот это вот. Я говорю, что здесь просто у вас не автомат, у вас подплыли. Это не тот момент, когда людей откручают, а просто проводочек подкинул. И все, прямо сейчас монтаж целый. Так, самое опасное, вот эти силовые кабеля, тут же 200 ампер, насколько я знаю, да? 220. 220 ампер. Не ампер, а вот. Нет, а ампер-то сколько? Причем с ампер. Ну как, причем, ампер-траш-то тоже имеет значение. Одно дело 220 с ампер, это величина измерения. Сила тока. Сила тока. Одно дело 220 с двумя амперами тебя ударит, это будет минимальный удар. А другое дело 200 ампер. А что вы делаете, что это 200 ампер? Ну, вы же... 200 ампер, представляете, сколько это вообще? Так вот кабель-то, видите, какой толстый идет. Нет, это 0.4, это магистральный кабель, от которого получаются запитанные квартиры. Здесь идет 220, а именно 0.4, и по итогу здесь ампер намного меньше. То есть, 200 ампер, это уже целая воровка ДПН, то есть, как бы, которая... Здесь 0.4, 220. Ну, ясно, да. Ну, я даже вот по сечению провода видно, что... Сечение провода, то есть, для того, чтобы 25-й квадрат, для того, чтобы вот он идет, магистраль полностью с первого по девятый этаж, и от этой магистрали на каждом этаже запитаны по 4 квартиры, по 4 квартиры. Ну, это ясно, да. И поэтому сечение кабеля такое, но если, как бы, сечение, это не говорит о том, что здесь 200 ампер, это здесь также 220, просто здесь нагрузка на этом кабеле... Нет, вы говорите, вы путаете, вы говорите про амперы, и тут же говорите про вольтаж 220, правильно? Напряжение и сила тока, это разные понятия. Я понимаю сила тока, ну, конечно. А вы постоянно на 220 сылаетесь, 220 это вольт. Я понимаю, сила тока, получается, чтобы вы понимали, это там, где значения намного больше не 220, а больше 1000. Нет, это я все знаю. Там уже будет сила тока измеряться уже в амперах, и она будет там кратно от 200. Поймите, сейчас я поясню просто. У меня высшее образование есть, я понимаю, что это такое. Я вам еще к тому, что электрики, которые... Я видел несколько раз, которые подключали обратно. Так вот они вот к этому кабелю очень осторожно относятся. Ну, конечно. Очень осторожно, потому что этот кабель намного опаснее, чем обычный кабель, тонкий. Этот кабель, по сути, как бы, ну, вот если межфазно... Ладно, я не понимаю вообще предмет разговора. Предмет разговора в том, что, во-первых, у вас допуск должен быть, правильно? У вас корочки есть на допуск? Я только думаю, что я работаю конкретно. А показать можете? На машине все. На машине? В огонь и нынешне. А вообще с тобой должен носить к этому. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там? Ой, сейчас я сидю. Ну что, позвонил Чураков. Здравствуйте. Позвонил Чураков, сказал, заберете заявление из полиции, тогда подключим обратно. Вам больше привести? Странно. Ну, желательно. Не, не обязательно сейчас. Можем потом выйти. Обязательно. Покажете. То есть вы сомневаетесь в своей конфидентности? Не сомневаюсь, хочу удостовериться. Неожиданно. Неожиданно. А что-то там, когда отсоединяли все автоматы, вы убирали? А, подборились. А не у вас были вообще автоматы? Нет, все было. Были, были. У меня было три автомата. Вот как, сто третий кладки, да? Тихо, тихо. Руками не трогай. Сколько раз говорили? Я забыла, забыла. Я забыла, честно. Я знаю, сейчас он ударит. Если ток не ударит, то это. Есть вероятность, что кто-то другой может ударить. Или кто-то не лезет. Как минимум электрик, чтобы и безопаснее. Да. А когда электрика удаляет током, то надо электрика быстренько ударить, чтобы он отлип. Так, я понимаю, что у вас все как-то... Тихо, не мешайте, да. Пускай человек сделает работу, а потом поговорим. Честно, очень некомфортно, когда сзади стоят. Так, я вам поставил, в общем, 40 автомат вместо 16. Так, ну и по-хорошему получается, вот это все ваши группы. Вот это непосредственно плита. Плита. Которую нужно, по-моему, тоже делать. Отдельно. У вас другого автомата нету еще одного? Да, вообще, то есть, как бы, остальные автоматы, как бы, ну, это уже ваша собственность. Так, чтобы вы понимали. Ну, такая сирия измазка. Я не имею вообще отношения к тому, что за история у вас приключилась. Нет, я понимаю. Есть вот мы служба, которую вот приехали подключать. Я приезжаю, и на самом деле... То есть вы всю квартиру вешаете на 40-й автомат, правильно? Да я сделаю по-человече, как бы, там не было. Сделаю, как бы, ну, 40. Сделайте, пожалуйста. Сделаю 25-й, там поставлю, и все, сдам, то есть, как бы, 25-й. Сколько автоматов у тебя стояло? Три автомата было. Три провода жили. А обращайтесь к тому, кто вас отсоединял, и к ним претензии... Нет, вы мне сейчас что, Чуракову позвоните, с ним решить этот вопрос? Нет, я не знаю, то есть, как бы... Да-да-да, подключайте. Ну, там все, они сейчас через автоматы, как положено, подключат. Вы от меня на что хотите? Вы изначально зашли, как бы, ну, на самом деле... Мы очень некрасиво, там, в плане, там, начиная, там, за компетентностью, скажем, ну, какие-то вопросы задавали. Нет, по итогу вы хотите от меня на что-то... Как вас зовут? Меня зовут Олег, это первое, с чего нужно было начинать вообще разговор. Ну, да. Олег. Вы сейчас слышали образование, как бы, но подошли ко мне так, как будто с претензией. Вы, ну, понимаете, что я, как бы, отношения к вашему счету вообще не имею, и я приехал вам свет дать, а по итогу на меня, как бы... Да нет, не в этом плане, вы не подумайте, что... Тут бардак такой, в котором вообще не хочется разобраться. Просто попытаемся разобраться, к вам претензий никаких нету. Слава Богу. Я сделаю вам, я вам сделаю, и... И без Ширакова. И корочку вам покажу, и... Благодарствую. Просто хотелось бы восстановить именно так, как было. Было три автомата. Вот, 25, 16. Там же три провода подходит, правильно? Сейчас будем разбираться. Раз, сейчас. У нас есть номер электрика, который меня отключал. Скинь меня. Тут, видите, что самое интересное. Вот, вот, корень, где вот сейчас вот придется работать, потому что очень, как бы, оно затрудняет. Я знаю, знаю, я вообще... Тут, кстати, электрик есть. Может, так сказать. Да, да. Электрик, по-моему, повсюду в электрике. Ну, что поделать. Жизнь такая. Самая популярная профессия электрик. Одни отключают, другие подключают. А дети страдают? Даже популярнее будет. Подожди. А дети страдают? Понимаете? Ну, я не имею к этому отношения, честное слово. У меня вот именно аварийная служба, где, как бы, весь наш... Вся наша работа сосредоточена, что мы приезжаем и... То есть на временную схему, ну, как угодно. Просто даем людям свет. А аварийная служба кому относится? К Дезвежером? Ну, мы уже все. Мы были с Дезом, получается. Мы были внутри какой-то, и организация. Люди нас вот соединили и подчеркивали к Дезвежером. То есть мы уже подряд. А не так давно были Дезом. Фильмоподрядная организация, показывающая услуги Дезом. И часто, конечно, мы ругаемся с управляющей компанией. Не важно, нам когда-то... Мы всех знаем. Все эти РР уже, все. Знаем этих уже людей. И часто, допустим, вот есть районы, где, ну, они вот так вот воздействуют на людей в плане неоплачения долгов. Ну, отсоединяются людей. И мы находимся в тот момент, когда приезжаем, и там вырезана прям схема. Так что, как бы, ну... Да я видел, вы можете мне не рассказывать. Я уже три года езжу по таким местам. Ну, и вот сейчас именно та ситуация, когда вот что-то подобное я наблюдаю, и у меня вот в этот момент столько, ну, глостика, и думаю, ну, тут будет реально зачем так делать. И еще с вами там вот эта вся... Ну, я понимаю, да, неприятно. Но вы... И с 200 амперкой, ну, чтобы понимали. Тут получается, тут кабель мы не стали, так скажем, артерия, самое главное. И, честно сказать, я не знаю, сколько ампер получается на подфазмах. Я знаю, что подфазм на режиме 220. И от того, что сечение больше, это не означает, что это, по сути, как бы. Мы хотим вот больше, бацан. После этого разговоры, я в другом этот момент, что я думаю, что... Ну, мне один из электриков сказал, что тут и 200 ампер, даже больше. И если прикоснуться неаккуратно к этому проводу... Нет, прикосаться в одном случае не надо. Ну, он сказал, что есть большая разница между тем, что прикоснуться к обычному проводу, вот который у вас в руках, да, и вот к этому. Он сказал, что угольков не соберут, если прикоснуться вот к этому проводу. Если 200, то у меня уже... Вообще для того, чтобы человеку хватило, по идее достаточно 0,5 ампер. 0,5. Чтобы убить? Да. Если 200 ампер, то это явно не в этом счете. Это в КТП. Ну, согласитесь, 21 достаточно, чтобы убить. Сколько человек? 21? Да. Да это вообще, это хиеномонт. Ну, вот. Я о том и говорю, что это намного опаснее, как... Нет, я к тому, что они сюда залазят, понимаете. И я сам видел, как у них руки трясутся, когда они отключают. Ну, вообще просто электрики есть такие, у кого руки трясутся. Да, да, да. У себя истерический электрический. Особенно при... Трекаешься руками. Да, особенно при отключении, когда их снимают на видео. У них начинают руки дрыжать, да. Нет, вы обомки. Да вы не торопитесь, что у вас руки-то дрыжают? Еще не дай бог электричеством ударят. Много еще клиентов. Много клиентов? Да. И вот, мне аж это, самому страшно, что произойдет, если они друг не посмотрят. Нет, я хочу еще по-другому сказать, что страха, по-моему, это нормально. И есть только тот фактор, из-за которого человек продолжает, там, оставаться живым. Если бы не было бы страха, так давно бы, наверное, умрел. Ну да. Чтобы поместить самосохранение, все такое. И даже я там, там, сегодня, ну, достаточно, а может быть, недостаточно опыта, не убедена. Про физику. Ну, что все так, это, поприседали такие. Мы все, поджидание чудо, когда нас вверх. Мы не отвлекаем на ехать. Когда я в птицу включил, я напомню своих долонных деток. А, кстати, добро даешь, на что бы я их разместил? Да, да, конечно. Ну, мы тут в лифте поговорили, как нам это. Сегодня дети мы будем кушать. Это, это, жизнь, жизнь во тьме называется, детство. Да, горячую пищу. А не хлеб с маслом жевать, как мы это делали 29 января 2021 года. Темное детство называется. Работник ДСВЖ пришел обратно подключать. Ну, вот. Нет, я изначально должен выглядеть, как уподобающий, соответственно. Мне должно быть там сзади, там. Ну да, если судья без черный мантик, то кто же ему поверит, что он судья-то? Только черная мантия является признаком судей. Логично? Вот здесь примерно так же. А удостоверение тоже, да, в машине? Все это есть, конечно. В выходной день, как бы, я был, ну, ладно. Я был в машину, ну, ладно. Так, народ, отойдите, пожалуйста. Я просто на вас, на большое-большое спасибо. А мне что-то? Нет, нет, нет. Вы же подключайте, а он отключал. Вот кто отключал? Как его зовут? Я вообще... Азиз. Азиз. Хусейнов Азиз даже. Мне его, естественно, фамилия его. Хусейнов Азиз? Да, да. Вот привет ему передавайте, если вы видите. От имени общественной сети. Сколько раз тебя отключали от цвета? Да, вот я тоже. Я уже сбилась. Со счета? Да, со счета. Ну, они приходят... За последний месяц, как? За последний месяц, так, за февраль меня обрезали, наверное, раз 7-8 точно. 7-8? Да, один день через день приходят, просто отключают. А почему? Вы, у вас оплата была, в общем? Конечно, я ежемесячно платила. А с чем связаны? Вот имеется задолженность, они давят на то, что я обретила полностью задолженность. Хотя ежемесячные платежи, то есть... Ну, он какую-то часть погашает. Конечно, конечно, КАНИ. То есть, и это их не устраивает? Нет, не устраивает. Они вот сказали мне, заплатите. Олег, если интересно, можешь КАНИФОРМ посмотреть. Вчера был пост. Ну, я уже сказал хозяйка, что ли? Это вчера было, да? Да. Так, 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 так. Ну, видео вчерашнее, пост вчерашнее. А, вот это в автобусе. Так, вот это получается. КАНИФОРМ. То есть, чтобы понимали, смотри, 40 это лобной автомат, 40 там бедный. А 25 это клетан. Вот, я непосредственно, что я приду, а это свет. То есть, я прям полностью вам схему собираю. Ну, вот об этом и шла речь. Сколько было автоматов, столько и восстановлено. Ну, это не я в основном. Это будет конец. Нет, ну, Олег, ты посмотри на бумагу. Тут написано, тысяча рублей за подключение. А не будут с вас тысячи рублей? Как не будут? А Чирокова, ну, все, в распоряжение Чирокова у вас, что, бесплатно. Как бесплатно, если он в бумаге написан? Я не беру эту тысячу, получается, я буду. А они просто ее в расчетку. Там уже канигами. Да, они в расчетку, у вас нету? А вообще, по идее, я должен был приехать сейчас с кассовым аппаратом и выложить мне заплатить, и эти деньги пошли бы в мою компанию. А они идут в Неван? Сейчас, вот если, вот, я не знаю, сейчас, как, вот снова неправильно. Вот я, допустим, от Чирокова, вот, чтобы вы понимали, я сюда ехал, по распоряжению Чирокова, что я тысячу рублей не беру с вас. А то, что они в расчетку, там, это уже не рекомендую. Они в расчетку расчетку. Это там уже... Ну, вот, а у нас есть сведения... Ну, по Чирокову бы, я сказала, у меня нету тысячи рублей. Подожди, а у нас есть сведения, что они потом вот эту тысячу рублей включат в это в расчетку. Ну, может быть, я... Мы все равно расчетку посмотрим, мы их посмотрим. Я бы не могу... Это и есть такие сведения на словах, и плюс это написано в бумажке, в которой, на полу. Ну, а сейчас... Соответственно, нет, я к чему клоню. Соответственно, если мы оплачиваем услугу, тысячу рублей, да, то мы имеем право требовать, чтобы услуга была оказана качественной. А качественную, в нашем понимании, это восстановить так, как было. Я понимаю вас. До отключения. Я так же сейчас понимаю, что у нас идет вот этот проект, что я сейчас тысячу не беру в расчетку, в том числе, что получается, когда мы тысячу берем за день, что это еще и в расчетке тысячу получается на миллион за день. А нифиг нет, давай не учить. Да, два, двойная оплата, за нифиг делать. Может быть, такое. Я, подожди, год назад заплатила пять тысяч, потеряла чек. И представьте, пять тысяч я куда-то заплатила, непонятно куда. В расчетку они не вписаны, то есть, входила тоже в ДЭС, ну, пыталась выяснить. У вас нет чек, а до свидания, все. Что вы платили, то есть. А, то есть и так даже кидали? Да, да, да. Как в ГАИ делают, да? Да, да, да. Подожди, когда права меняешь, приходишь, они говорят, оплатите все ваши предыдущие штрафы. А я точно помнил, что я все штрафы оплачивал сразу же. Я прихожу, они мне говорят, а у вас все штрафы не оплачивают. В общем, тут схема была полностью все вырезана, все под корень, то есть автоматов не было. Тут полный сейчас монтаж сделал со всеми группами автоматами, ну, как все нужно. Но, тем не менее, есть момент, все, вот именно отходящие провода от квартиры, они прям под корень вырезаны. И я еле как там смог нарастить провода, и я подам напряжение в квартиру, но все-таки я бы перетал бы это на ДЭС, где бы они бы все-таки долбили этот щит, чтобы все это делалось более капитально. То есть, провода отходящие лучше бы стращивались, там, удлинялись, то есть, как бы делалось это бы по капитально. То есть, как-то так, все, мы напряжение на квартиру подаем, свет есть. А в квартире один есть, да? Да, да, да. А в компании, да? Конечно, конечно, конечно. Ага. А в общем, ДЭС, ДЭС, ой, ДЭС, управляющая компания, которая, видимо, их отключала, они как бы поймут, о чем у них речь, потому что тут прям все под корень вырезано. Ага, все, я поняла. Все, даже давай. Хотел бы поговорить уже с отключенной камерой. А, не вопрос, поговорим потом. Сейчас у нас официальный мероприятие. Я занялся видеоблогерством вынужденно, после того, как ко мне и к моим соратникам начали применять физическую силу. Поэтому теперь везде все фиксируем на видео, чтобы потом мне никто не говорил, что это я кого-то пнул, стукнул или еще что-нибудь, или сматерился. Потом обхаркал и... Да, он так ей заявляет, что она кого-то обхаркал, обхаркал, а мастеров уже... Так а кто первый так хоркнул? Это мастерица, получается? Да, да, Дима, вот, сын, вот. На Диму плюнула? Да, на Диму плюнула она. То есть был электрик, и вот вторая вот эта, кто это, Елена Станиславовна, что ли? Ну, я не знаю, это вполне адекватная реакция, плюнуть в ответ, в сторону. Ну, в сторону я плюнула, а она плюнула на сына. Ну, она плюнула на сына, а потом ты плюнула в сторону. Да, 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 конечно. Ну вот. То есть мы с ребенком, получается, успели забежать. Можно сказать, что это рефлекс? Ну, можно. У тебя защитная реакция? Ну, конечно, когда тебя побили, собственно. Ну, не знаю, ты вот женщина, а у мужчины бы совершенно другая реакция была. Ну, вот. Я бы, не знаю, я бы, наверное, сдержался, если бы мы с моим сыном так сделали. А я вот с другой стороны смотрю, вот, счастливые дети, а? У меня вот такого в детстве не было. Вот это детство, да? Прямо было ничего. Какую страну мы построили? Да. Дети только и делают, что выходят к щитку и смотрят, когда же свет будет. Когда же покушать-то можно наконец-то? Да, неужели, я думаю, сейчас я буду готовить на настоящую горячую еду. Не на солнце, не на батарее? Нет, нет. На батарее мы целый день. Не собственным телом теплом разогреваем. По соседям ходили, то есть? Давно теплую еду не ехали? Год. Проверите. Три года? Проверите к ниту, проверите свет, все проверять. Я заеду тоже это снять так вот. А, ну это она скажет мне, достаточно ее слова. К ней-то ездили. Все работает? Да. Отлично. Я удостоверение журналиста искал. Нашел. Иногда вот такое приходится показывать. Можно? А, вы же умновились? Да. Что вы думаете? Честно, я, честно, на батюшку похожу. Ну что? На батюшку. На батюшку? Ой, я красиво. Я не могу обидеть. Да меня тут как только не называют. Вы сможете сходить вам говорить? Да, конечно. Как зовут? Антон. Антон, скажи, вот смотри, моя работа, по сути, смысла не было компрометировать, так скажем. Так как, ну, я простой служащий делаю вообще работу, которую мне и так попросили сделать. И я в любом случае сделаю бы как бы хорошо. Я к чему? Я попросил, чтобы это как бы вот это видео. Я не понимаю, на чего оно. Я тебе хочу наводящий вопрос задать по этой теме. Тебя как вообще будет ответить? Чтобы тебя не видно было? Ну, тогда придется тебе полностью как бы выдвигать из кадра. Потому что я обычно замазываю людей, если ты просим. То есть такой блур, как называется, размытие. То есть это видео будет вкладываться? Конечно. Это будет как бы компромация там какая-то? То есть по-любому будет вкладываться? Да. Тогда я прошу меня полностью замазать. Именно за одеждой хорошо вырезать. А так, то есть, как бы, вся вот эта работа, она пускай будет на видео. Так как здесь сделано все согласно, там, технологическим условиям. То есть тут в этом плане как бы все. Ну, работу трудно будет показать. Я просто жду, пока ты уйдешь, чтобы заснять конкретно. Потому что у тебя даже вот руки мелькают, уже видно, что, понимаешь? Мне это все придется вырезать. А вам не выдают? Каждую часть твоей одежды. А почему вы даете? Все, ну, это уже металлая коробка. Нет, это уже мой фактор. То есть, подождите, тишина. Народ! Идет репортаж. Я потом ночами не сплю, это все вырезаю. Значит, вот здесь вот скрутка, да, не по правилам. По идее, вот здесь вот все надо выдалбливать и вот эту фигню переделывать. Правильно? А почему выдалбливать? Тут разве нельзя дотянуться? Да как бы, это все короткий. Это все короткий. Чтобы скрутка была... Вот он, по одному говорите, народ. Вы что думаете? Я этот, маг и волшебник, два голоса расчленить на это. Антон, чтобы сделать это все более профессионально, то есть, это скруточки, они вот такие вот, вот такие получаются. Скруточки должны быть, ну, такой нормальный. То есть, минимум 10 сантиметров, да? Ну, не 10, конечно, 5. А, в смысле, вот эти коротыши, которые под пробочкой? Получается, вот этот СИС, то есть, профессионально называется СИС, вот под ним, под этим колпачком идет, получается, скрутка до провода. А, и она слишком короткая, да? Да, и не короткая. И когда нагрузка, то есть, как бы идет, ну, на эти провода... Перегревается. Ну, перегревается, и по итогу оно сгорает, отслаивается, то есть, как бы... А, ну, вот это из-за чего произошло? Опять же, это взрыв был какой-то. Опять же, допустим, вот эти тоже скрутки, когда придет Рео, Жео, там, я не знаю, они должны будут по-любому вскрыть вот эту, да, пломбу, и уже кинуть полностью без скруток целые провода. Иначе, 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 иначе вот этим... И они, и они потом уже, как бы, у них у Рео есть возможность, то есть, они опломбируют потом счетчик по-новому, то есть, как бы, все, то есть, соберут. И вот эти моменты сделают, то есть, ну, и, в принципе, как бы, сейчас оно будет работать, и будет все в порядке, но, тем не менее, как бы, я бы обратил на это внимание. Потому что, как бы, это они делали, они к этому имеют отношение, и с их стороны будут, как бы, правильно и красиво сделать это более, как бы, лучше. Зачем, Джираков, уведомился второй раз, позвоните, спросите, у вас электроприборы какие-то работают, или нет? Все, только что, я... Не-не, сейчас мы с тобой выйдем, это поговорим еще, видимо, с камерой. Ну, я тебе вот его, второе видео-запись, ой, это аудио. Ключи, закрывайте, вызывайте на ключи. Ты нам принеси ключики, пожалуйста. Все, тебе, значит, успехов, на будущее, на будущее, на будущее, если приходит с какой-то бумажкой. Ну, ты не подписываешься, говори, мне нужно подумать. Скажет, постижных, как говорится, решений не принимай, не в свою пользу. Парк, ну как, говори, больше не буду. Ну, тысячу рублей я заполучу. Ну, это не такая большая плата, по 500 рублей за каждого ребенка, плюс четыре. Можно пойти на эти жертвы. Главное, что покушать можно. Вот, вот оно, счастливое детство. Опа! Ну, все, мы поехали. Ну, все, давай на связи тогда. Добро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok